Подготовиться к любой чрезвычайной ситуации, связанной с водной стихией, такую задачу поставило руководство перед региональными спасателями. В повторник в Шуе на берегу Тезы прошли масштабные тактико-специальные учения. Берег разбит на секторы, в каждом происходит какая-то импровизированная мини-катастрофа. Маленький участок суши, отрезанный от большой земли, на котором произошел природный пожар. В данном случае условных пострадавших эвакуировали при помощи вертолета. К счастью, в реальных условиях такие происшествия нечасты, но все же возможны. А значит, к ним все равно нужно быть готовыми. Допустим, поселок Каменка в Вечковском районе, то есть часть его, скажем так, в летний период года доступна только для пешеходного прохода. Определенную проблему вызывает Лоскарихинское сельское поселение на территории Кенешемского муниципального района. В период весенней распутницы достаточно труден доступ, либо необходим большой объездной путь, порядка 150 километров для доступа. То есть, но для профилактики возможных пожаров и для их тушения имеется добровольная пожарная команда, уже оснащенная техникой. То есть, в этом направлении тоже главное управление работает. Вот еще один вполне реалистичный сюжет. Автомобиль с человеком внутри провалился под лед. Вытащить авто из воды, освободить потерпевшего и передать его медикам еще не хэппи-энд. Теперь черед спасателей бороться с разливом топлива. Это специальный сорбент для впитывания нефтепродуктов. Потом вот мы засасываем его вакуумным насосом, собираем все эти нефтепродукты и утилизируем в сжигателе специальном. Кроме того, сотрудники МЧС спасли пострадавших с условной оторвавшейся льдины и произвели подрыв условного же льда. Мы продемонстрировали все возможные элементы, которые возникают при прохождении весеннего половодия, связанные с спасением людей, эвакуацией материальных ценностей, эвакуацией населения, вывозомых в безопасные районы. Продемонстрировали мероприятия по спасению тонущих людей, по спасению людей, оказавшихся на льдине и по спасению людей с подтопленных территорий. Данное мероприятие показало, я считаю, высокую готовность к силе средств и прошло на очень высоком организационном уровне. Велика вероятность, что умения эти в нынешнем сезоне спасателям уже не пригодятся. Как-никак середина апреля. Но повторение – мать учения. Чтобы слаженно действовать в чрезвычайной ситуации, нужно сперва набить руку. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Шуйский район.